Загрязнение окружающей среды и нерешенные вопросы экологии приводят к гибели людей. Согласно анализу международной организации фонд чистого воздуха, ежегодно число случаев преждевременной смерти из-за плохого качества воздуха превысило уже 4 миллиона. При этом каждый житель планеты рискует прожить меньше на 3 года при текущем обращении с природой. Это актуально. Здравствуйте. Исследователи подчеркивают, что из года в год в обход экологическим инициативам по переходу к производству с нулевым углеродным следом наращивается объем финансовой поддержки компаний, которые используют вредное для климата и здоровья людей ископаемое топливо. Исследователи подсчитали, что количество смертей, вызванных загрязнением атмосферы, за последнее десятилетие увеличилось на 31%. Тенденцию связывают с экономией на экологических программах. В 2019 и 2020 годах потрачено на 21% больше средств на проекты, продлевающие использование ископаемого топлива. Около полутора миллиарда долларов. Чем на проекты, основной целью которых является очистка воздуха. Жигание угля пагубно воздействует на здоровье людей и влияет на изменение климата. Поддержка деятельности подобных компаний обостряет проблему, которую мир должен срочно решать. Вот и в нашей стране экология сейчас переживает не лучшие времена. Если ситуация не изменится, необратимые последствия почувствуют на себе не только казахстанцы, но и вся наша флора и фауна. Причем негативные изменения эксперты ожидают в самое ближайшее время. За последние два года на территории страны зафиксировано 1296 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и 934 водоемов. При этом не выявляются источники загрязнения, а также не используются материалы наблюдений за состоянием окружающей среды, на которые ежегодно тратится до полутора миллиардов тенге. По мнению сенаторов, в стране постоянно фиксируют факты системных нарушений, а также отсутствие качественного мониторинга за экологической ситуацией. Выход есть, но медлить нельзя. Необходимо организовать тотальный контроль за оборотом опасных отходов и их полного обезвреживания. Кроме того, решить проблему по рекультивации незаконных карьеров, мусорных полигонов и захоронений. На протяжении многих лет сохраняются проблемы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, загрязнения атмосферного воздуха, почвы и воды в промышленных регионах. К сведению, 97% полигонов ТБО не соответствуют требованиям экологической и санитарной безопасности. Вместе с тем, в случаях выявления фактов загрязнения окружающей среды, уполномоченные органы выносят необоснованные предписания, вовлекая бизнес в длительные судебные тяжбы, либо бездействуют. Ежегодно образовывается до 150 миллионов тонн отходов нашей жизнедеятельности. При этом перерабатывают и обезвреживают лишь четверть. На сегодня мы с вами накопили больше 3 миллиардов тонн мусора. Пора делать генеральную уборку. Это актуально. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин